Мы внимательно следим за поставками Индии в Армению различных вооружений и поднимаем этот вопрос в двусторонних контактах с нашими индийскими партнерами, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года. Как известно, после 44-дневной Карабахской войны Индия значительно усилила активность на Южном Кавказе, пытаясь укрепиться в регионе, главным образом, поддерживая Армению. С этой целью Нью-Дели подписал с Ереваном Сирию соглашение о поставках индийского оружия, в числе которого реактивные системы залпового огня, РСЗУ, Пинака, артиллерийские установки и зенитно-ракетные комплексы. А по последней информации Индия ведет переговоры о продаже Армении наступательного оружия, гиперзвуковых крылатых ракет Брамос и баллистических ракет Пролай, с дальностью действия 300 и 500 километров соответственно. Аналитические центры, связанные с правительством Индии и индийскими СМИ, оправдывают вооружение Армении и оказание ей дипломатической и политической поддержки наличием стратегического альянса Азербайджан-Пакистан-Турция, а также фактом политической поддержки Пакистана по вопросу Кашмира, которую оказывает официальный Баку. На что Джейхун Байрамов, тактично отказавшись комментировать мнение аналитических центров, дал четко понять, что индийская сторона никогда официально не заявляла, что вооружает Армению из-за позиции Баку по Кашмиру или в качестве симметричного ответа на стратегическое партнерство Азербайджана, Турции и Пакистана. Ничего подобного от наших индийских партнеров мы никогда не слышали, подчеркнул глава МИД Азербайджана. Они нам официально заявили, что их военно-техническое сотрудничество с Арменией не направлено против Азербайджана. Они говорят, что продажа оружия в Армению, вопрос сугубо коммерческий. Ибо по мере развития ВПК Индии компаний-производителей ищут новые рынки для экспорта различных вооружений. Однако такое объяснение нас не удовлетворяет. В ходе контактов с нашими индийскими партнерами мы доносим до них мысль о том, что рассматривать продажу оружия Армении как чисто коммерческий интерес неверно. Тем более зная, что Армения более 30 лет оккупировала часть территории Азербайджана. И хотя десятилетия оккупации остались в прошлом, очевиден тот факт, что в Армении по сей день существуют силы, которые не хотят мириться с реальностью и ждут возможности для реванша. Байрамов заявил, что Индия должна учитывать, как именно вооружение Армении может повлиять на ныне благоприятную, но одновременно хрупкую ситуацию для достижения регионального мира. По словам министра иностранных дел Азербайджана, перевооружение армянской армии может спровоцировать активизацию реваншистских сил, которые и без того блокируют мирный процесс. Я говорю не только об отдельных маргинальных группах в Армении, отметил Байрамов. Всем известна повестка, с которой выступают сегодня оппозиционные силы, представленные в парламенте Армении. Например, недавно на его рассмотрение был внесен законопроект, криминализирующий признание Карабаха территорией Азербайджана. Правда, правящая партия не допустила голосования по нему, однако сам факт принятия подобной законодательной инициативы указывает на цели сил в Армении, стремящихся к реваншу. В такой ситуации вооружение Армении, особенно ее оснащение наступательными вооружениями, может навредить усилиям по достижению мира.